Новая волна жалоб захлестнула социальные сети в эти выходные. Люди публиковали фото и видео, на которых не видно соседних домов сквозь белёсую завесу, а окна, вымытые перед Новым годом, покрыты слоем чёрного налёта. Если сейчас выглянуть в окно, то можно наблюдать вот такой туман. На его техногенное происхождение указывает характерный запах промышленных выбросов. Причём я этот запах помню с детства. Последний месяц, наблюдая это почти каждый вечер, медленно накатывает волна тумана и держится всю ночь. Думаю, всем очевидно, что это вовсе не природное явление. В 70 метрах не видно многоэтажный дом. Это, кстати, парк наш на взлётке. Вечерняя прогулка оставила много впечатлений. Обычно в такое время не ходим на улицу, а тут вот вышли на свою голову. Люди возмущаются не только в сети. Мы опросили прохожих на улицах и практически все отметили. В минувшие выходные в городе снова было трудно дышать. Правда, многие связывают это с тем, что Красноярск всё-таки промышленный город со всеми вытекающими. К тому же автомобилей на улицах становится всё больше. Туман. И всё. Ну, был такой, как непонятный запашок. Как будто вот что-то горело постоянно. Из-за того, что очень много заводов, машин надо пересаживаться. Ходить больше пешком, пересаживаться на общественный транспорт. Может быть, тогда что-то будет лучше. У нас роза ветров, у нас низменное положение города. Мы, как горожане, ничего не можем с этим сделать, к сожалению. Это погода. Мы не можем перестать ездить на машинах, пользоваться тем, чем пользуемся сейчас. Режим неблагоприятных метеоусловий сохранялся в Красноярске три недели января. Тогда грешили на морозную и безветренную погоду. Теперь, казалось бы, холода отступили. Но вот дымка в воздухе никуда не делась. Краевом управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признают – вредные примеси в воздухе пока остаются. В городе у нас наблюдались только повышенные концентрации по взвешенным веществам. Я не могу ничего другого придумать, только взвешенные вещества, то есть это пыль. Но в целом уровень загрязнения по городу был высокий. То есть нет такого, что у нас вот раз и всё снизилось, всё до пониженного. Ленинский район – это улица Солнечная, на 31 число. Там было много пыли к вечеру в 19.00. Также у нас были взвешенные вещества в Советском районе. То есть тоже концентрации превышали. В течение всего месяца в Красноярске выявляли превышение по фенолам, формальдегидам и другим элементам. Но вот источник загрязнения эти пробы, увы, указать не могут. Состояние экологии в Краевом центре всерьёз беспокоит и природоохранную прокуратуру. Ведомство уже ведёт проверки на предприятиях. У всех практически предприятий планы по регулированию выбросов в период НМУ не были согласованы с Уполномоченным органом контроля, что также является нарушением закона. В адрес руководителя предприятия внесены уже представления на настоящий момент, где поставлен вопрос о приведении планов в соответствии с требованиями закона и в отношении должностных лиц возбуждены дела по административным производствам по статье 8.1 Кодекса административных правонарушений. В ближайшие несколько дней состояние воздуха в Красноярске не изменится, считают эксперты. Режим неблагоприятных метеоусловий продлён до вечера 4 февраля. Анна Московских, Александр Ловицкий, Павел Пателицын, Денис Тимошенко. Новости.